Всем привет! В данном видео рассмотрим, как почистить капучинатор от кофеварки VTEC WT1514. Если ваш капучинатор плохо взбивает молоко, либо вы чувствуете какой-то не очень приятный привкус, то проблема, скорее всего, как раз именно в нем. Давайте приступим к чистке. И первое, что нам необходимо сделать, это полоснуть саму крышку капучинатора. У меня она здесь пока что с молоком. Вот, собственно, в первую очередь мы отсоединим вот эту часть, положим ее в сторону, вот эту часть. И просто все это сполоснем теплой водой и протрем насухо. После чего приступим к разбору. Для разбора капучинатора нам понадобится обычная крестовая отвертка. Сейчас я сполосну капучинатор и мы начнем его разбирать. Все, капучинатор я сполоснул теплой водой. Давайте приступим к разбору. Разбирается он очень просто. Нам нужно будет открутить всего три болта. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, я открутил три болта. Теперь снимаем верхнюю крышку. Убираем ее в сторону. Нижнюю часть тоже убираем в сторону. У меня капучинатор не сильно грязный. Но если вы не моете его, то, скорее всего, везде у вас здесь будет такой вот молочный налет белый. Вот, даже, в принципе, вот видно здесь немножко от молока осталось. Но обычно, когда он в запущенном состоянии, тут не очень приятная картина. В общем, это просто споласкиваем водой хорошо. Основная проблема неприятного привкуса или того, что капучинатор плохо взбивает молоко, вот в этом клапане. Он забивается, наверное, сказать, молоком. Там все эти остатки портятся со временем. Ну и, собственно, дают как раз именно этот неприятный привкус. Давайте разберем его дальше. Дальше снимаем эту заглушку. Найдет с резинкой здесь. Сбираем ее тоже в сторону. Потом вытаскиваем клапан. Он вытаскивается руками. Может сидеть у вас плотно довольно, но просто аккуратненько, потихонечку его вытаскиваем. Вот, скажу честно, я его не так давно уже мыл. Вот. Может быть, недели полторы, наверное, назад. Вот. И здесь, в принципе, видно, что он довольно чистый. Но если вы его не разбирали, то вот здесь, вот здесь у вас все, в том числе и вот эта дырка, будут забиты такой, даже как-то неприятно говорить, творожной массой такой. Все это будет неприятно пахнуть. Вот. Собственно, все это нужно прочистить и хорошо помыть. Все оттереть. Вот. Желательно потом продуть. Можно, в принципе, дунуть сюда, как бы, после мойки, разумеется. Вот. Также, почистить необходимо будет вот эту трубку. потому что здесь тоже скапливается очень много молочного налета. Ну, и, собственно, саму вот эту резинку, которая открывает и закрывает подачу пара в кружку. Вот. Вытаскиваем саму ручку и вытаскиваем вот эту резинку. Вот. Все эти детали нужно очень хорошо помыть. Очень хорошо. Затем высушить. Вот. Также обратите внимание вот на вот эту часть, из которой льется само молоко, что если вы не делаете штатную очистку капучинатора, это, то есть, когда вот этим регулятором переводите в режим очистка и включаете на кофеварке режим очистки, здесь скапливается очень-очень много молочного налета и все это дает очень неприятный привкус, плюс, наверное, там какие-то разводятся микробы, сложно сказать, потому что, когда я как-то чистил его, вот здесь прям такой налет был какой-то, даже немного напоминающий, как будто плесень, что ли, какой-то, в общем, не очень приятно, даже говорить про это не хочется, вот, собственно, это все нужно хорошо почистить, можно взять, в принципе, ватную палочку и почистить здесь, здесь, можно предварительно отмочить в теплой воде, вот, после того, как вы это все помоете, мы будем собирать это, сейчас я это все сполосну и приступим к обратной сборке, вот, решил на всякий случай показать вам, то есть, про то, что я говорил, что вот, даже на мытом капучинаторе, здесь уже образовался такой достаточно плотный налет, который просто водой не убирается, да, можно, в принципе, взять зубочистку и все это дело оттереть, поверьте, если вы этого никогда не делали, вскроете, просто ужаснетесь то, что вы пили раньше и вообще задумайтесь о том, как вы это пили раньше, потому что картина здесь не самая приятная, вот, поэтому делать нужно, во-первых, штатную чистку регулярно, после каждой кружки кофе налитой, вот, ну и такую процедуру желательно проводить хотя бы раз в месяц, если вам, точнее, вы дорожите своим здоровьем и хотите пить вкусный кофе без всяких привкусов, ну что, давайте приступим к обратной сборке, в первую очередь берем резинку, вставляем ее обратно в капучинатор, обратите внимание, что узкая часть вот этого отверстия должна находиться здесь, ну в принципе вы это поймете, если неправильно вставить, резинка будет очень неплотно сидеть, то есть если вы вставили правильно, все везде будет очень плотно, вот, вставляем клапан капучинатора с этой стороны, здесь тоже его невозможно перепутать, потому что здесь есть вот такое отверстие, вставляем его плотно, далее устанавливаем эту заглушку, предварительно одев на ней вот эту резинку, у меня она не снялась при разборе, поэтому ее одевать не буду, все, ровно встала, далее вставляем ручку в резинку, до конца ее заталкивать не нужно, то есть все это должно быть вот в таком положении, немножко она вылезла, надо поправить, далее собственно все вот так вот это установлено, далее берем верхнюю часть крышки, переворачиваем ее и просто сюда кладем эту часть, далее обливаем эту крышку, защелкиваем ее со всех сторон и перекручиваем болты, сильно их затягивать не нужно, потому что я один раз уже перетянул и тут часть у меня видите немного тресмола просто аккуратно потихоньку закручиваем немного не туда вставил их вставил благодарим и закрутили далее вставляем носик полическую часть и вставляем вот это не знаю как она называется если честно но не имеет особо значения все на этом чистка нашего капучинатора закончена осталось пару раз прогнать его на кофеварке что мы в принципе сейчас и сделаем все включаем нашу кофеварку предварительная в капучинатор набрал воды также посмотрите чтобы у вас обязательно была вода в емкости для воды подставляем кружку переводим капучинатор в режим очистки и зажимаем нижнюю кнопку до тех пор пока не загудит пивака данную процедуру желательно выполнить несколько раз чего будет в принципе достаточно для полной очистки нашего капучинатора спасибо за внимание прошу строго не судить за видео она не претендует на профессиональное мнение я просто рассказал вам так как это делаю я всем пока